ребята теперь еще хочу вам рассказать продолжение истории по поводу той машины которую газель загрузили в тверской области сейчас приехал немножко теперь у меня уже есть понимание всего происходящего я вам немножко расскажу как это все было чтобы может водители кто есть там чтобы не попадали в какие передряги переделки в общем расскажу все заново как все это происходило значит ехал я с питера было 6 утра то есть ну еще было можно сказать так темно то есть я даже не понял в каком районе меня для начала остановили в общем остановили меня как я уже потом понял значит на объездной твери проверили документы на бафа проверили страховку посмотрели права то есть ну вопросов никаких нету потом значит один из инспекторов фамилия значит его банович банович это инспектор значит по тверской области что-то такое и бддд там вот очень в итоге взял он документы сейчас я вам покажу потом птс к птс к осталось у меня ртс к не забрали машину не тоже загрузили значит полез вам смотреть номер рамы на той машине на газели это так но я вам предысторию рассказывать в общем на раме машины был номер я мы моего покажу значит виде бумажки все это вы увидите но в виде фото значит этот номер он не является вин кодом то есть нету там w ничего в общем потом что-то происходило дальше и 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 Продолжение следует... 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 В общем, приезжаем мы в отдел, они заходят, значит, этот инспектор, значит, фамилия его блогов, то есть, отдает все документы, значит, отдает документы в дежурную часть. Все, они разворачиваются, ну, то есть, есть там в предыдущем видео, которое я рассказывал, все, выходят и все, и валят. То есть, я сижу в течение часа, то есть, выходит, ну, там нашли мы старую фотографию его, значит, выходит. Вот так, ребята, разговаривают, начальник УВД, Фролова Марина Владимировна, майор полиции, брызгал, граждан, по всем вопросам. Значит, выходит этот товарищ, говорит, что произошло, я говорю, ну, вот такая-такая-то ситуация, начиная ему рассказывать. Он берет РТС-ку, мы подходим к машине, машина стоит возле отдела. По всей видимости, так как было 6 часов утра, ну, уже не 6, там 7 часов, пока доехали, пока то, пока сё. То есть, по всей видимости, этого, я уже потом понял, что это участковый, и он дежурил в ночь. Он берет РТС-ку, открывает капот на машине, начинает смотреть номер, и говорит, у вас номер этот не совпадает. Я говорю, как не совпадает? Я его не могу прочитать. Я говорю, ну, как вы его не можете прочитать, если вот этот номер? В общем, он говорит, всё, пойдёмте. Заходим, значит, мы в дежурную часть обратно, захожу в кабинет, то есть, он проводит опрос мой, то есть, в принципе, на каком адресе я эту машину погрузил, вот, кто её купил, то есть, ну, телефоны людей, у которых, то есть, те люди, которые документы мне передавали на эту машину. Потом, значит, человек, который, ну, её купил здесь у нас, парень в Таганроге, и он, значит, ну, проводит опрос, в принципе, ничего там такого нету, ничего там, ну, телефоны, номера и всё. И выдаёт мне вот такую бумажку, то есть, я говорю, какие варианты в этом случае? Он говорит, то есть, так как какой-то найден номер на раме, то есть, мы будем проводить экспертизу. Ну, хорошо, будете проводить экспертизу. То есть, и даёт мне вот такую бумажку. Сейчас я вам покажу. Вот его фамилия. О проведении экспертизы, да? Видно там, не видно? Вот. Значит, число. Вот. В отношении проведения техническо-криминалистического исследовательства транспортного ответа. Нету ни числа. Значит, нету ни номера двигателя, нету ни номер шасси, нету самого номера регистрационного. То есть, вот, видите, да? То есть, всё здесь пустое. Я на ней не расписывался, ничего не было. Значит, с обратной стороны он пишет вот такой свой номер. Вот. Пишет свой номер. И, соответственно, говорит, то есть, что вам надо делать? То есть, пусть этот хозяин, который приобрёл эту машину, то есть, он берёт, тупо записывается на, значит, этот, ну, как он называется, на экспертизу. Вот. Эксперт придёт, так как транспортное средство не двигается, и проведёт экспертизу. Если, например, там никаких перебитых номеров нету, то, соответственно, значит, берёте её и забираете. Значит, другой момент. Он ходил, взял эту РТС-ку, пошёл в базе данных эту машину пробивать. В общем, он приходит и говорит, что я вбил этот номер, который есть. То есть, этот номер не пробивается. То есть, он вообще не бьётся никак. Ну, тупо, не это. То есть, я так понял, что когда гаишники пробивали, ещё там на трассе, то есть, по номеру машины, по номеру кузова, то есть, нету ни арестов, никаких ограничений, то есть, ни в угоне, ни где она не существует. То есть, всё как бы нормально. Значит, объясню ещё дальше, что. Значит, парень, который приобрёл эту машину, значит, она, эта «Газель», идёт как торговый павильон. И она в документах торговый павильон. То есть, потом здесь, в Таганроге, то есть, он поднял все документы по базам данных. Значит, что получается? То есть, в своё время, там, в 2005 году, был произведён этот автомобиль, потом этот автомобиль в виде шасси и кузова был выгнан в Белоруссию. То есть, это всё в базе данных, всё это есть. Это вообще, как бы, не проблема. То есть, открыть, просто они не открыли, не посмотрели там в прочих. Вот. То есть, он был вывезен в Белоруссию, была проведена переустановка, то есть, поставили вот этот торговый павильон, вы поняли, там, с холодильниками, там, с витринами, с всей этой сранью. И завод взял, нахренячил там номер именно переоборудования. То есть, и эта машина вернулась потом обратно в Россию. То есть, этот номер существует в декларации ввоза с Белоруссии. То есть, ну, он также есть в базе данных ГИБДД. То есть, просто как переоборудование автомобиля. То есть, этот номер вбили на заводе в Белоруссии. И, соответственно, ни в каких особых отметках ничего не указали. Ввели, также спокойно его поставили на учёт. То есть, проблем никаких не было. Всё. То есть, потом, что происходит дальше. То есть, он мне выдаёт, вот Брызгалов, выдаёт мне вот это на проведение криминалистической экспертизы. Говорит, всё, загружаем машину. То есть, заезжаем мы в отдел. То есть, вовнутрь туда. Там большое количество автомобилей. Там, может, 50, может, больше штук. То есть, соответственно, её там загружаем. Всё. И, то есть, он говорит, сейчас зайдите в дежурную часть, возьмите документы. То есть, я пока выгрузил, пока собрался, пока ремни, пока выехал я с отдела. То есть, вот этот вот майор Брызгалов садится на машину и уезжает. Ну, соответственно, у неё смена закончилась. Я подхожу в дежурную часть. Говорю, дайте мне документы. То есть, они мне, то есть, отдают вот эту криминальную... Ну, ту бумажку, которую я вам сейчас показал. Значит, ни акт приёма передачи машины не было. Никто эту машину не опечатывал. То есть, они её просто загрузили. То есть, даже если обычно машину забирают на стоянку, то есть, инспектор её фотографирует, там, клеит эти наклеечки, что машина там опечатана, арестована. Ничего этого нету. На руках у меня ничего нет. В общем, получилось какое-то такое серьёзное беззаконие. Значит, потом этот парень дозвонился, который приобретал эту газель, дозвонился, значит, вот этому, по номеру телефона, человеку, кто будет проводить экспертизу. И эта экспертиза была назначена там на 28 июля. То есть, это ориентировочно. Сейчас у нас апрель. Ну, блин, 4 месяца. Тупо. Тупо 4 месяца. Говорит, звоните этому человеку, то есть, вот этому брызгалову, и разговаривайте все вопросы с ним. Значит, все разговоры, допустим, о том, что потом этот парень дозванивался начальнику его. Сейчас я покажу вам, ну, я вам скину этот разговор. Он его записал на телефон. Значит, послушайте то, что говорила эта начальница этого ООД по Тверскому, ну, Тверского района, Твери. То есть, сейчас, на данный момент, он написал заявление в прокуратуру, написал в УСБ, там, я не знаю, то есть, он там понаписал этих кучи заявлений. То есть, в прокуратуре, в принципе, они говорят, что такого не может быть. То есть, не могут забрать транспортное средство. То есть, да, не совпадает там, или его там этого номера нету. Ну и что дальше? Во-первых, машина ехала на эвакуаторе. Она, эта машина, не проходила никакую регистрацию. То есть, машина ехала на эвакуаторе. Номера кузова совпадают, двигатели совпадают, таблички есть. А то, что есть какой-то номер на раме, ну и что? Это номер запчасти. В общем, в итоге, блин, сейчас происходит вот этот весь сыр-бор. Кому интересно, я потом в дальнейшем буду освещать, все, что дальше будет происходить. По этому вопросу. Ну, как бы и все. То есть, машина осталась там, то есть, они наставят на своем, приезжайте там, через 4 месяца будет проведена экспертиза, если номера не перебиты, приезжайте и забирайте. То есть, вот таким вот беспределом занимаются тверские полицейские. То есть, не удостоверившись, не проверив ее полностью по базе данных, то есть, ну что, они составили документы, развернулись и уехали. Сейчас никому ты не дозвонишься. То есть, в отделе УВД там находятся номера телефонов, прокуратура, там телефон доверия. В общем, все эти номера не существуют. То есть, ты звонишь, там какой-то тупой автоответчик, тебе там ждите. В общем, он звонил, я звонил. В общем, дозвониться бесполезно. Ну, сейчас вот этот человек будет нанимать юриста и через юриста будет пробовать решать этот вопрос. Ну, вот такая неприятная ситуация, в которой я оказался, я оказался покупателем этой машины. Ну, и все. Пишите свои комментарии, рассказывайте, объясняйте. Может, кто-то в таких ситуациях был. Вот. Так что, ребята, так. Так что, ребята, так,